Стройка под окнами госуниверситета стартовала всего 9 месяцев назад, в декабре прошлого года. И уже сейчас здание будущего бассейна готово на 80%. Строители обещают, первый заплыв состоится уже в ноябре. Работа на широкую руку. На площадке трудятся сразу 120 человек. Самарский госуниверситет — единственный вуз региона и один из 500 вузов страны, в которых «Единая Россия» финансирует строительство бассейнов. Качество и сроки на личном контроле депутата Госдумы Александра Хинштейна. Средства государственные и областные, в общей сложности 130 миллионов рублей. Труд, в том числе, студенческий. У нас работал на строительстве объекта студенческий отряд. Ребята тоже помогали в строительстве бассейна. Реализовать такой проект одному университету было бы не под силу. И, конечно, львиную долю средств мы получили и с федерального бюджета, и с областного бюджета. Кульминация встречи прошла в сердце вуза, аудиториях. Некогда репортер и телевизионщик, а теперь политик. По зову первой профессии встретился со студентами отделения журналистики. Однажды на одной из встреч самарский журналист, не буду называть его имени, сказал такую фразу, что современная журналистика — это лошадь, на которой ездят наши политики. Не кажется ли вам лошадь, на которой ездят наши политики? Не кажется ли вам, что современный журналист не может быть объективным? Диалог Александру Хинштейну с пишущей братьей растянулся на час. Говорили о молодежной политике, спорте и сразу двух властях — четвертый и второй. Я считаю, что результатом работы депутатов в территории должны быть не только законы приняты и инициированные, а конкретная совершенно помощь для регионов. Новые объекты, новые дороги, здания, больницы, школы. И последние откровения из личного архива в прямом смысле слова. Моя семья жила здесь. В 2020 году мой прадедушка вместе с детьми, в том числе и с моей бабушкой, которая родилась здесь, уехала в Москву. Я понял документы уже довольно про прадедушки. И, кстати, с удивлением для себя узнал, никогда об этом в семье не говорил, что, оказывается, мой и прадедушка был купцом, а прадедушка так и вовсе был купцом в Самарском первом гильде. Под конец обсудили наболевшее. Дороги, нехватку мест в детсадах — жилищную проблему. Александр Хинштейн посоветовал студентам, проделав собственные руки, и не лениться работать на личный прогресс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова